Это уже пятое с 2008 года совещание главслужб государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие. И каждый раз совещание проводится по инициативе российской стороны. На открытии сегодня приветствовали новых членов организации Индию и Пакистан. Таким образом, ШОС сегодня включает 8 государств, в том числе Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Организации сегодня это почти 40 с лишним процентов населения земного шара и практически четверть мирового ВВП. Индия и Пакистан настроены на эффективный вклад в совместную работу. На совещании говорили о глобальных угрозах биологической безопасности и противодействии инфекционным болезням в странах ШОС. Это особенно актуально с учетом миграции между государствами и возникновением новых болезней в азиатских регионах. Так, при участии стран ШОС удалось успешно справиться со вспышкой лихорадки ЗИКа. А вот такие современные лаборатории, которые для участников совещания представила на выставке «Российская сторона», участвовали в ликвидации лихорадки Эбола в Африканской Гвинеи. Эта лаборатория позволяет идентифицировать до 500 видов возбудителей инфекционных болезней. Мощность лаборатории составляет 300 проб в сутки. Главный санитарный врач России Анна Попова особо отметила усилия местных и краевых властей в борьбе с комарами, потенциальными распространителями вируса ЗИКа, а также дала оценку эпид-обстановке в городе Сочи и качеству воды в Черном море, международный день которого отмечается сегодня. Если говорить о ситуации с инфекционными заболеваниями, то сегодня это и в течение уже двух лет, это ниже среднемноголетнего уровня на 8-10%. Если говорить о качестве и ободе в Черном море, то усилия, которые предпринимаются местной властью и средства, которые вложены в систему очистки и канализования города, они безусловно оправдываются. В свою очередь глава Сочи Анатолий Пахома, выступая на совещании, отметил, что стабильная эпид-обстановка на курорте – это одна из приоритетных задач. Хочу сказать, что для меня, как для мэра города, это самая главная задача. Мы начинаем свой рабочий день с того, что занимаемся именно этой задачей и заканчиваем этой задачей. И, наверное, главнейшая задача для каждого мэра города – именно задача обеспечения санитарно-педагогической обстановки. Это чистота и красота улиц, это здоровье наших людей, В Сочи уже запланировано 30 ноября провести очередное заседание Совета глав правительств, государств, членов ШОС в повестке дня «Торгово-экономическое сотрудничество». Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.